ПЕРС МОРГАН ПЕРС МОРГАН БЕС ЦЕНЗУРА НА ФОКС НЕЙШН И мы подумали, что он сможет объяснить нам, что всё это значит! ПЕРС, спасибо тебе, что пришёл! Я знаю, поскольку мы говорили вчера по несвязанным вопросам, что ты очень недоволен, Ли Страсс, но я не знаю нюансов. Чем она так плоха? Ну, я с самого начала думал, что она никуда не годна, и теперь оказалось, что это в самом деле так. Главным образом, потому что... И это может показаться тебе знакомым, Такер, в связи с происходящим в Америке. Она давала чрезвычайно грандиозное обещание о восстановлении экономики, об объединении страны, и она собиралась исправить всё, что было не так с Британией. И примерно через три недели она запустила серию неподкреплённых финансированием мер по снижению различных налогов, что здорово, если это можно оплатить. Она не смогла. Реакция рынков была страшной. Фунт опустился по отношению к доллару почти до паритета. Процентные ставки взлетели. И быстро стало ясно, что она не знает, что делает. И тогда она сделала то, что делают все слабые лидеры. Она свалила вину на канцлера казначейства и уволила его, чтобы попытаться спасти свою шкуру. Это не сработало. А потом её навестили люди в серых костюмах, мы называем их похоронщиками, которые зашли сегодня в заднюю дверь дома номер 10 по Даунинг-стрит, чтобы сказать, что всё кончено. 44 дня, Такер. И она ушла. Это был премьер-министр с самым коротким сроком пребывания на посту в истории моей страны. И с одной стороны, ситуация очень неловкая. Просто позорная. Она безрассудно играла с финансами страны, как в казино. И в результате миллионы людей в Британии будут платить намного больше по ипотеке. И это будет очень болезненно для них. Так что у её действий есть реальная цена. Но в этом есть и урок, не так ли? Единственное, что хорошо во всём этом, как только мы поняли, что она действительно безнадёжна, мы очень быстро от неё избавились. Вы, ребята, увязли. Увязли со стариной Джо Байденом ещё на много лет. И, конечно, он давал те же обещания относительно экономики. Обещания об объединении страны и тому подобное. У нас в стране очень порочная политическая система во многих отношениях. Но то, как мы безжалостны к плохим лидерам, это, я думаю, впечатляющее достижение. Да, полностью согласен. Похоже, что мы думаем о британской экономике как о вечно устойчивой, одной из самых стабильных в мире. Теперь похоже, что она не очень стабильна. Да, слушай, это просто показывает, что может произойти, если играть в рулетку с рынками, если принимать бессмысленные решения. Я говорил об этом, когда она составила свой большой мини-бюджет после трёх недель пребывания в должности. Я подумал, в этом же нет никакого смысла. Она ничего из этого не финансирует, она лишь раздаёт налоговые льготы, откуда взяться деньгам. Во время финансового кризиса и кризиса стоимости жизни, она всё говорила, что цель — это рост, рост, рост. Но теперь, спустя десятки миллиардов потерь, буквально за неделю, мы поняли, что всё совершенно наоборот, и мы стали действовать. Всё было так плохо, Такер, что The Economist, довольно серьёзный экономический журнал, опубликовал на неё профиль около десяти дней назад, в котором её сравнили с айсбергом, с салатом. Они написали, что она, по сути, если вычесть смерть королевы и десятидневный период драура, она, по сути, продержалась примерно срок годности салата. А газета Daily Star в Британии запустила стрим с салатом айсберг семь дней назад, просто чтобы увидеть, что случится, и протянет ли он дольше Ли Страсс. И сегодня салат объявили победителем. Салат пережил Ли Страсс. Не знаю, что может лучше подвести итог этому нелепому фарсу, но это был ужасный эпизод для Британии, очень неловкий. Это пошатнуло нашу репутацию, как ты говоришь, экономической компетентности. И теперь мы сталкиваемся с экстраординарной ситуацией, когда Борис Джонсон, которого, как вы помните, уволили с поста три месяца назад, из-за того, что его партия отвернулась от него, теперь является одним из фаворитов на драматическое возвращение на пост премьера. И это, я думаю, для многих людей станет днем, когда мы решим сесть в самолет и переехать в Америку навсегда, ради спокойствия и устойчивости вашей президентской системы. Ну, тебе здесь всегда рады. Пирс Морган рад тебя видеть сегодня, спасибо. Проиграть салату, какая прелесть. Пирс Морган без цензуры. Есть на сайте FoxNation. Его стоит смотреть.